ГОООООО, РАДОТЬ, ВАНТЕР! Что за мать? Я в 14 лет разбил БМВ. Где вы его взяли? Удалите это. Встречаем под продолжительные аплодисменты ведущий шоу «Как Арта ляжет?» Артём Нечаев! И мой конферанс на сегодня. Федя Маслов, мы продолжаем путешествовать по районам, регионам Москвы и России. Играть в футбол с пацанами. Мы сегодня в кепках! Это важно. Вдруг кто не понял. И в Восточном Бирилево, в районе, который считается самым известным спальным районом Москвы. И, как говорят, самый опасный. Я жестко в это не верю. Я хочу как раз доказать, что здесь, как обычно, везде. Хорошо, играют в футбол все и кайфуются. Мне кажется, что тут реально было жестко, прям там, в 90-х. Сейчас, наверное, уже не так жестко. Но все равно вот эта слава, она еще осталась. Насколько я знаю, что я даже читал в блоге у Варламова, что кто хочет получить бутылкой по голове, надо приезжать в Восточное Бирилево. Проверим, действительно ли здесь все так уныло. И чтобы нам не было очень уныло здесь, мы назвали сюда людей, которые умеют все самое плохое, неудачное и мрачное превращать в светлое и смешное. Звезды, комедии, Пиво Воронин и Идрак Мирзальзаде. Здорово, парни! Привет, ребята! Вы умеете украшать бутылкой, вы поняли, да? Короче, мы сегодня гуляем вместе по Бирилево, и, естественно, все это закончится футболом. Но самое главное, что у нас программа называется «Как карта ляжет», и у нас, естественно, есть с собой карта. Да. Смотрите, парни, что будет происходить. Ваша задача сейчас будет кинуть эту карточку, и как она упадет, соответственно, тот человек получает, судя в матче, три каких-то преимущества. Давай, кидаем? Нет, вместе, давайте. Раз, два, три. А это прям преимущества какие-то? Да, у меня очень редко попадается именно что-то. Это будет без обы. Это не относится к преимуществам и недостаткам. Ну что, Тёмыч, поздравляю тебя! Ты сегодня будешь сильнейшим! У меня бонусы, наконец-то! И я даже не могу сказать, что зато ко мне в команду отправляется наш гость, потому что парней мы сегодня явно распределим по командам. Один пойдет к тебе, другой ко мне. Ну что, погнали! Нет. Тогда что-нибудь. В общем, мы только-только приехали в Бирюлево. По пути сюда мы фантазировали насчет того, что мы едем в самый неблагополучный, в самый страшный район Москвы, на что Тёмыч мне говорит, да это уже давно не так. Все хорошо, это осталось в прошлом, в 80-х, 90-х. Только мы немножко прогулялись, возвращаемся к машине. Что летом будет, если сейчас три раза в день поливают? Да я вообще в шоке. Уже третий раз она приезжает по двору, а что летом будет? Они так деньги отмывают, понимаете? Вы знаете, зимой, когда снег был по колено, ни одной снеговоборочной машины. Я еще так удивилась, думаю, боже мой, вроде у нас есть техника-то, а у нас она там чисто поливочная. Смотрите, ну сейчас-то нет снега, значит, убрали все. Вот и действительно, справились, да? Ну да, видите. Вы сами из Бирюлёва из Восточного? Да, вот из этого дома конкретно. Ух ты, как здорово. Скажите, а что здесь посмотреть-то вообще в Бирюлёва? Вот мы посмотрели уже, вам мало. Ну это круто, конечно. Оранжевая ездит туда-сюда. Вы представляете, мы только припарковали машину, и сразу кто-то скинул яйцо прямо на машину сверху. Это вообще нормальная здесь ситуация такая? Ну я не знаю, если окурки бросают, всю яйцо, не кинуть. Ну логично. Для разнообразия. У нас усмотреть вообще нечего. Открыли тут газету районную, значит, пишут, будут этот, как его, Собянин, нам тянет сюда магистраль, на трассе М4, вы видите такое движение? А теперь сюда Москва, сюда вообще конкретно поедет. Мы просили от шума вот эти вот экраны построить на Липецкой. Это значит ноль. Мне отвечают, там есть кусты, шума нет. Типа какие-то инновационные шумоизоляционные кусты, да, стоят? Единственные, единственные. Ну вот, собственно, мы как раз здесь предвыборная компания. Предвыборная компания. Вот, я буду баллотироваться как раз таки, чтобы облагородить эти места немножко. Ну здесь ничего не облагородите, понимаете? Потому что надо идти от людей, вот то, что мы просим. Собираемся построить 4 школы. Ааа, две больницы здесь. Да как-то школы, больницы, это хрен все с ними. Уже тут все выучились, уже все вылечились. Я говорю, вот хотя бы вот от шума закрыть, вот немножко пахнуть. Хорошо, будем работать. Мы недавно с Тёмочем что-то вдруг начали пересматривать матч 2003 года Манчестер Реал. Короче, я прям обожаю ностальгировать. И на самом деле наклейки Панини, это одна из тех штук, которые просто суперически переносят меня в детство. Панини это не только связь с детством, потому что последний альбом, который я реально жестко собирал, это был вот этот вот, Бразилия 2014. И я ездил даже к метро однажды. Встречался с каким-то чуваком и обменивался с ним наклейками. Вот в этом году Панини выпустили новый журнал к турниру UEFA Евро 2020. И самый кайф, когда ты берешь эту наклейку аккуратно, вот так вот сюда вот ее клеишь, чтобы она не заходила за границы. О, Кимих попался. О, это реально твоя первая наклейка? Вроде норм. Вообще это уже 11 раз, когда Панини выпускают журнал к чемпионату Европы. Но в этом году Евро стал больше, а это значит, что и сам журнал тоже стал больше. Логично. Вскрываемся? Вскрываемся. Не, у меня лого Австрии. У меня так вся команда Австрии, смотри. Клеим австрийцев. Австрии надо клеить, мужик. Теперь у Панини появились вот такие вот блестящие наклейки с логотипами команды. Есть групповые снимки, есть... Дебройна. Дебройна. Есть вот такие вот наклейки в альбомном формате, есть наклейки в движении. Короче, очень все мощно и круто у Панини в этом году. Ну и самое главное, что официальная коллекция наклеек UEFA Евро 2020 Tournament Edition уже в продаже. В ретро-киосках, в супермаркетах, на стойках с журналами. И, естественно, в официальном паблике ВКонтакте Панини. Ну и на маркетплейсах... Wildberries, Ozon, Rock'n'Roll. Все нужные ссылки, естественно, внизу в описании. Мы все для вас оставили. Давайте обмениваться повторками и соберем, наконец... И клеить, клеить, клеить будем! Я хочу покайфовать этого дворовый байп, поймать. Антон Чужой пришел на нашу сходку в Бирюлево. У тебя все хорошо, брат? Да, братан, все нормально. Ты в Бирюлево? Да, это Бирюлево. На литературе. Сел на литературе на стул. Меня тут защемило. И мне, короче, штуку по-аниму. То есть ты хочешь сказать, что в целом литература это опасная штука? Бунин. Бунин жесткий, да? Бунин опасный. Спасибо большое, что пришли. Очень рад вас видеться. Бирюлево, привет! Парни, мы сегодня не одни. С нами сегодня звезды комедии, как я вас уже сегодня представлял. Фил Воронин и Дракмир Зализаде. Вы точно их видели. Ну и Антоха Чужой тоже сегодня с нами. Давайте Чужих популяемся. У нас с вами 68 человек. Смотрите, что сейчас будет происходить. Мы с вами сегодня хотим поиграть в футбол. Сейчас будут проходить отборы в команды. Пятерка встает вот здесь вот. По моему сигналу оттуда одновременно бьете в сторону ворот. Чей мяч попадет в каркас ворот в любое место, перекладина, любая из штанг, тот проходит в одну из команд. В какую, потом поймем. Получается, даже можно низом катнуть в штангу. Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте, Артемий. Очень рад. Привет. Как зовут? Денис. Денис теперь мой. Дош, давай, что ты попадешь, что я тебе свой телефон отдаю. Давай. Не, я вшучу, я вшучу. А что такое? Надо отвечать за слова-то. Ладно, давай. Давай, погнали. Я боюсь всех тут. Много новых, 30, да. Пидрак, какая рука? Левая. Замечаю. За меня. Чтобы нам не проводить еще один уровень отбора и так далее, у вас наверняка у каждого здесь есть какой-то друг, кореш или еще кто-то. Вам сейчас, пока вы еще туда не подошли, надо сразу в голове решить, кого вы хотите взять еще играть в себя. То есть у нас действует акция «Приведи друга сегодня». Поехали? Готовы? Пойдемте. Я хороший друг, ребят. Он сам вышел, смешно. Мне хочется плакать, мне хочется. Я говорю, а как? Он говорит, да я сразу как-то с ним. Ты сейчас свершишь судьбы. Из Белгорода есть кто-то? У меня бабушка в Белгороде взялась. А где? В Белгороде. Ты в Белгороде зародилась? А где? А, в Ярославле я перепутал, ну ладно. Без обид, можно парня тогда возьму из лавы? Пожалуйста, не обижайтесь. Просто земляка. Слушай, это худшее, что они могли со мной сделать. Я жвачку в магазине не могу выбрать, а тут судьбы людей. Я буду делать так сейчас, все время. Это... 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 И мы с тобой сегодня познакомились, когда он подарил мне бандан. Позакон. Ё-моё. Всем общий привет. Ладно. Скажи, ты живешь здесь, в Берелево? Нет, я живу в Царицыно. Берелево это вообще, типа, такой очень отдельный район, потому что, по-моему, одна такая транспортная сеть какая-то и ведет из Москвы в Берелево. Вот Липецкая улица. Липецкая улица. Единственная улица, которая проходит вообще здесь. Самая контактовая выходит к МКАДу. Тут ни метро нету? Нет, ничего нету. Вот ближайший, это вот Царицыно, метро. Тут нет метро? Нет метро. Офигеть. Ну, есть, но он у ЗамКАДу. Мы хотели приехать в один из самых неблагополучных, неблагоприятных районов Москвы. Возможно, даже, знаешь, как самый страшный район Москвы, как кто-то где-то когда-то называет Берелевым. Ну, есть такой момент. Но мы сегодня, побывав здесь, мы не увидели, естественно, какой-то там жести, какой-то лютип. Но у нас создалось впечатление от такого обычного спального района. А ты состоял в организованной преступной группировке. Я не буду это скрывать, на самом деле, в этом ничего такого нету. Уже много лет прошло, я думаю, надеюсь, мне никто это не привяжет. Это была не Москва, но это относилось к Москве. Это были броньницы? Да, это были броньницы. Герман оттуда помогал? Он там занимался, он в дюшоре. Вообще, если сравнивать вообще вот эти вот места, они очень похожи. Объясню почему. Почему Беллерово вообще называют опасным районом? Из-за парка. Много подснежников после зимы тут находят. Расшифруем, что такое подснежники? Цветы. Не совсем. Ну, в общем, ребят, которые там, вот, особенно в парке, в ближайшем лесопарке находили там часто ребят, которых там порешали еще ранней зимой, и их накрылось снегом, после этого они просто вылезали сами. Я по себе знаю, это было буквально два месяца назад. Я выхожу из страны на работу в 6 утра. Ну, на нормальную человеческую работу. Ну, конечно. Я выхожу, просто там ребята стоят такие, знаешь, эти, спящие вот так. Кто-то на заборе висит, кто-то раскапывает что-то из-под дерева. Вот, ну, то есть это здесь, здесь уже все к этому привыкли. Нередкость была, как крики, оры, разбитые бутылки, головы, лужи крови с утра, побитые дворники. В области было намного все жестче. Пространенные колени, пробитые головы. А в тебя стреляли когда-нибудь? Нет, мне повезло. Ну, мне украшали. Прямо вот стоял человек с оружием и угрожал тебя. Да, я после этого ушел. Насколько ты можешь вот рассказать, как так получилось, в каком возрасте ты попал в организованную преступную группировку, чем в принципе она занималась, чем ты занимался, ну вот, насколько возможно. Мне тогда было лет 12, мы были там эти вот малолетки, которые там занимались не каким-то жескачом. Допустим, мы могли по звонку там пойти, допустим, с какого-то ларька там забрать деньги, передать. Была жесть настолько то, что, ну вот, как я говорю, то, что при мне убивали, да, при мне застрелили человека. Ну, то есть... Именно на разборках? Да. Ну, то есть там мини-одобор. Мы были мелкими пешками в руках злобных бандитов. То есть мы могли там где-то передать там оружие, там... Сколько лет ты пробыл в... Во свете истории? Четыре года? Четыре года, да. Это с 12 до вот 16 лет. То есть ты уже после... тебе сейчас 24, последние 8 лет ты никак с этим не связан? Или еще есть какие-то отголоски? Отголоски есть, конечно. Это до сих пор знакомые, до сих пор звонки. Но последний раз я был на вот похору одного из там каких-то значимых людей, кто в этом участвовал. Там были такие похороны, как свадьба. Вархатный гроб, то есть огромная там надгробная плита, вот там почти в полтора метра высоты. В то время, когда ты состоял еще, понимал, что ты делаешь что-то не то? Или ты тогда об этом не думал? Ну, да, вот оттвайна вообще об этом не парился. Были деньги, были связи, там... И ты ходишь, ты вообще ничего не боишься. То есть ты идешь, ты знаешь, что... Вот себя все знают, ты всех знаешь. Там, что случится, там, один звонок, все. 13, 14, 15 лет у тебя было, ты говоришь, очень много денег. Чтобы понимали, насколько большие деньги это были, у меня были роликсы золотые. То есть это было нормально. Там золотые печатки, кольца, там, цепи. То есть дорогие вещи. То есть мне подарил один из, там, коронованных воров часы, там, что-то за 40 или 50 тысяч. Ну, то есть это было настолько то, что... Я в 14 лет разбил БМБ, 36-ю. Как бы свою, получается, да? Нет. Ну, как бы свою, да. Но вот это мне было 14 лет. Я пьяный просто, я его расшатал. И там голову сносило. То есть сносило настолько то, что... У нас было, там, село. Мы приезжали просто. Идет, там, вот парнишка будет, да, он никого не трогает. Что-то он как-то смотает косо. Его идут, его побили, б***ь, он весь в крови. Сейчас это в голове не укладывается. А соскочить ты решил именно из-за того, что тогда у тебя стало прям страшно в какой-то момент, да? Да, мне было очень страшно. Ну, представь, ты стоишь на коленях где-то около Москва-реки, под мостом. Стоит, там, 15 чеченцев. Представляется, что они, типа, из органов. Но с таким акцентом, то, что ты не веришь, что это оно. Ну, ты уж сам понимаешь. И тебе не говорят, что случилось, что ты сделал не так. Просто тебе говорят, там, вот. Тогда я решил, что, нет, что-то жизнь дороже, на самом деле. Я соскочил за большие деньги. Потому что все боятся крысы, которая, там, уйдет и потом это слилось. Сливать. Да. А сливают это очень большие деньги. Ну, то есть люди, которые сливают, они получают, там, такие, там, быстрословные деньги. На тот момент это были долларов, это миллионы долларов. Я соскочил, конечно, там, за не такие большие деньги. 20 или 30 тысяч долларов. Я все продал. Вот, все, что было. Вообще все. И я с этим расстался, больше никогда не сталкивался. Я скажу так, то, что если идет мысль о том, что это всегда было, там, каждый день кого-то, там, убивали, там, еще нет. Ну, это все-таки мерзко, конечно, это от скуки. Просто, там, какому-то человеку стало скучно, он такой, хочу, давайте его порешаем. Он что-то, какой-то, слишком, там, спокойный или, там, мало делает. И все, еду туда, дают ему сказать три слова, там, ты, там, несешь фургу, короче. И все, начинает его бить. Приезжают другие люди, и там уже начинается стрельбак. Ну, то есть, это происходило только так. То есть, без повода, без всего. На самом деле, человек ничего не сделал, но просто, ну, попался под руку. О, голубятня. Идем в голубятню. Это голубятня? Раз голуби, значит, голубятня. Ну, вот я поэтому так и подумал. Если там куры жили, тогда было бы курятня. Курятня. Их надо выпустить всех, зачем они здесь живут? Голуби, это дикие животные. Им надо... Это не ко мне. А что? Здесь у них есть это... Хозяйка. Чуваки, еще голубятня. Да, тут вообще район голубей. А что происходит? Мы реально в том же дворе. Закрыто. Знаете, зачем она закрыта? Чтобы голуби точно тут никак не выбрались. Блин, подождите, объясните, а зачем в целом голубятня нашла? Я тоже не понимаю. Они же вроде приспособленные. Они и так возле помоек есть. Жизни в городе, да. Так может, это как раз, чтобы их было поменьше в городе? Это тюрьма для голубей. Напишите, пожалуйста, зачем нужна голубятня. Я в Белгороде последний раз был в голубятне. Видел? За магазином, кстати, спортивный мир. Ага. Ну-ка, давай проверим. Заходит он сюда? Конечно. Что-то он сломал. Городские челленджи. Бьем в эту дырку. Я переодену обувь. Я готов. Давай, ну, раскрутим его сильно, чтобы он качал. Сегодня же день космонавтики. Сегодня день космонавтики как раз. И сегодня еще у меня не все прошло после позавчерашней пьянки. Поэтому раскрутиться будет нормально. Удалите это. Ну, муку. Нет, нет. Нет, нет, нет. Бедрак, они победят. О, мяч внутри, пожалуйста. Пацаны, мне не достать мяч. Блин. Я переобуюсь. Нееее. Ой, 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 ой. Оу. Кофту сниму. Угаром, конечно, буретом. Ой. Ой. Оу. Меня беспокоит, что и Драк всегда кричит нет, когда я бью. Спасибо. Оу. Все, а я, хватит. Нормально, да, Балан? О, хорошо, да. Оу. Хороший Драк. Я попал сюда. Да это невозможно попасть сюда. Это да, вообще мало кто может это сделать. Как думаешь, на следующий попадет? Никто. Достаточно роботоподобно. Давай я тебе покажу видео свои. Ну, ка-су, мне все понравится или нет? Давай, поздравляем. Позвенялась, да? Это скорее теннис и матч. А, так, я вам, я. Смешно, смешно. Это очень круто. Первый так, что вы делаете. А первый смешной, правда, первая литя. Ну, вообще, я смешной. Что, погнали? Веришь? Волосы кудрявые. Ну, ладно. Это наплевать. Видала? Ты видала? А говорила, никто не сможет. Отвечаешь за слова? Класс. О, класс, класс. Разобрала слова. Блин. Может, у нас двоих раскрутим? Ну, похоже, давай еще там, по пять попыток у нас. И что, мы проигрываем оба. Оу. Ну, что, друзья, впервые в городских челленджах у нас два проигравших. Но здесь это как раз идеально, по-моему, подходит. Куда будем их крутить? По часовой или против? Так, наверное. Думаешь, назад? Да. Какое стоп-слово? Ой! Это не то, что ты делаешь. У меня башка сейчас оттолкнула. Минута. Минута еще. Фил, как себя чувствуешь? Супер. Супер. А у меня шея. Я вообще на шею держусь. Я не знаю, как я так держусь. О, а ты, кстати, можешь выпасть же вообще. Посмотри, как Фил сел. Тома, конечно, похудел, но не на столик. А теперь в обратную, да? Да, да, да. Дожди, а что, обратную? Блин. Ничего не хочу сказать, но и драк ленится. Я просто боюсь, что меня занесет вместе с Феррусседом. Ты полетишь, да? Можно закончить? Да, помню. Все, спасибо. Надо было просто попадать. Ой-ой-ой. Так, встаем, встаем резко. И на пробежечку, пойдем, пойдем. И на пробежечку. А что, вы продолжаете бить? Мы просто решили попробовать. Ребята, давайте, если они не попадут. Вот так, я наставлю. Ты видел этот фильм? Ну, теперь ты хочешь, да? Все, что надо было сделать. Кто у вас у каждого? Наверняка есть кто-то любимый стендапер и кто-нибудь, кто реально бесит. Это так, мне нравится. Я очень люблю смотреть на Бибуришвили. Звучит как-то по-гейски, да? Ну, теперь после фамилии, да. Мне нравится Андрей Бибуришвили, как вот, что он делает, как он делает. Ничего, ничего не изменилось. Да, блин. Я вообще не могу сформулировать. Андрей очень качественный комик. Вот. Мне приятно на него смотреть, что он так говорил. И слушать. Смотрите, слушать. Раз он одевается хорошо, говорит хорошо. Что-то я запах хороший от него. Что-то? Кто меня бесит, это Чеботков, потому что слишком быстро добился успеха. Вообще не люблю людей, которые слишком быстро взлетели. Разгружает вот это вообще. И незаслуженно. Парни, расскажите, мы вот знаем вас по... Видим вас ютубщики, вы там шутики и так далее, а мы вот тут про футбик делаем шоу. И вы согласились с удовольствием поучаствовать в нашем шоу про футбик. Как вообще, каким образом футбол был, существовал и существует в вашей жизни? Мне причем понравилось, что когда я ему писал и драку, он практически сразу ответил, сказал, я приду, если вы только не будете ругаться на меня во время футбола, что я плохо играю. И потом еще сегодня написал, я купил новые кеды. Он прям был очень заряжен, я прям поразился, что сразу же так ответил и согласился. Не, драк так и на мне условия. Ставят его, когда беру куда-то играть, он говорит, если только ругать, он не будет. Но я не люблю, когда бывает же, ты играешь... Слушай, а ты можешь уже на вопросы отвечать? Короче, бывает же, играешь, просто одно действие не так сделал, и кто-то сразу начинает, куда ты? И ты просто уже из-за этого, ну, настрой меняется, и ты не особо хочешь играть. Так ты играешь, играешь, но ошибка и ошибка. Ну, типа, Федь, сегодня не драк будет в твоей команде. Федя обожает ругаться, блин. Ты такой цифр, да? Блин, ужас. Он же еще вратарь, а он все время пихает. Нет, вратарь может, вратарь, я считаю, единственный член команды, который может. Может, я даже в перчатки могу надеть, короче, и все время в перчатки даже за пределами футбольного поля пихать. Мне как-то задали вопрос про футбол, меня как-то задали вопрос, а что тебе в жизни приносит радость? И вот я понял, что... Это же я у тебя спросил. Меня как-то спросили. Задали вопрос, что тебе нравится, что по-настоящему приносит удовольствие. И вот на самом деле ничего, кроме футбола, такого удовольствия, детского, ну, детского удовольствия от игры в мяч, от ожидания, что ты будешь играть в мяч, мне не приносит. Именно от игры, не от просмотра. Просмотр тоже мне нравится, особенно, когда ты ожидаешь какой-то матч и особенно, если выигрывает твоя команда. Если выигрывает не твоя команда, ты всегда думаешь, что на хрен, я вообще смотрю в футбол. Зачем это? Зачем в футбол смотреть, если не выигрывает так? Я тоже писал такую же мысль, говорил, что, короче, если я иду играть в футбол, 99%, что я получу удовольствие. Типа, мало чего в жизни, если ты что-то делаешь, ты 99% получишь удовольствие. И поэтому играть в футбол чуть больше нравится, чем смотреть, потому что, когда смотришь, действительно расстраиваешься, иногда очень сильно. У меня есть ощущение, что у нас самый влюбленный в футбол гости. Но при этом я очень плохо играю. Это важно знать. Но тогда более-менее понятно, почему тебе уже надоело, что тебя пихает постоянно. Прожил долго в Беларуси? Да. В Минске, да? Ну ты там футбиком как-то занимался или ты просто там после школы выходил, типа там погонять мяч вместо урока, что-нибудь такое? Я играл в футбол во дворе. Я очень стеснялся попроситься. Я просто выходил, шел вдоль стадиона и ждал, пока меня позовут. Если не звали, я возвращался домой. А ты бывал тоже, что ты час ходил туда обратно? Ну час нет, это кто-то идиот. А бояться попроситься, это нормально. Ну да. Один день я занимался даже футболом, я пошел на один день. Ну как ты считаешь, почти профессиональный футболист? Я тоже один день занимался футболом. Я знал в Белгороде чуваки, которые, ну крутые тренеры там есть, которые близко к салюту с Дюшору, там салют у нас команда местная. И мы пришли, и нас такие, не, вам не сюда, и не сюда, и не сюда. И там был тренер, я не помню как вас звали, но фамилия Чувилка. И он такой, чё, парни, парни, мяч вот так летит, давай, как кот его, как кот, останови, как кот, я только как кот, запомнил. Мы даже не били поворотом, мы останавливали мяч, как кот, я тебе кидаю, как кот, останови его. Это первое занятие. И мы такие, ну ладно. Я сегодня буду играть как кот, как кот. Как кот, а в бровке будет тебе этот тренинг, давай, как кот, забей как кот, давай. Давай, давай, два по два с грязной. Что, я старт и шесток приготовил, сейчас мы сделаем. Поехали! Команда контролирует мяч. Не забывай снимать поле, потому что это для нас не менее важно. Все, 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 нас вырежут. Аккуратнее. Не надо говорить сразу, нас вырежут в Бирюлевы. Идет опаснейшая контратака. Нужно разгонять налево, передача, ждем. И удар! Гол! Бон аппетит, что за матч? Молодой человек, забил. Поздравляю. Мяч в центре мяча, Кирилл разгоняет. Требуем передачу. Опаснейший момент у нас сегодня, но это не столь важно, я думаю. Проникающая передача. Удар! Гол! Это 2-0, ребята, что за красота на Энфилде. Вы что делаете? Кого вы набрали? Сколько там эта камера стоит, по-моему, стоит мне покинуть данное мероприятие. Или можете отдать ее мне. Так как можно произвести неплохие махинации. И превосходная контратака. Требуется удар. Кошломатч. Просил обратить внимание. Шесть, все сильнее, чем мы. Кошмар. Я сам. Плюс гол в конце игры. Но можно сейчас зачитать. 2-1. Парни, сейчас становится. Мы забили! Ура! А, вообще, что? Там карточка такая. У нас карточки есть преимущества. Вот сейчас нам достал плюс 1 гол. Удивительно. Вообще, круто. Мне нравятся такие голы. Когда вот, неожиданно, 2-1. Я видел пол. Как справа? Еще. Еще. Вот так. Я по свистку, я. Не по свистку, поору. И чай. Удар. И вот это сейф. Это что такое? Не вышибал играем. Удар. Вратарь берет этот мяч. Он был не берущийся. Невозможно. Очень агрессивная игра. Это не дети, это звери. Переходит игра на левый планк. И удар. Блокирует его. Удар и гол! И это думал. Голосо! Вот это форвард. Вот это настоящий форвард. Это 4-1. И это губль. И удар. Почти работы. Время. Это свисток. Время. Сейчас по Бирюлеву. Вот ну давай возьмем Бирюлеву. Так как мы сегодня здесь. Хочется понять насколько изменились все-таки времена сейчас. Вечером, поздним, в 11, 30, 12 ночи идти вот где-то там рядом с парком или просто по Бирюлеву. Это опасно или нет? Ну, дураков много. Не, может быть такое. То есть на меня нападали. В Бирюлеву. Не так давно? Да. В Бирюлеву? Нет. В Царицыно. Я шел, получается, от метро. Я приехал поздно. Не успел на автобус. Шел пешком. Ну, сократил дорогу в Бирюлеву. На меня два пацана, 14-летних, напали. А как это вот начиналось? А что закончилось? Я их побил и ушел. Ну, мне не было выбора. Такой Джон Уик. Нет, просто не было выбора. Он еще очень хорошо сказал. У меня не было выбора. Побил и ушел. У меня не было выбора. Ну, представь, ты вот идешь, и тебе сзади вот так вот просто откликают, вот так вот на плечо тебе кладут руку, и вот так вот начинают хватать тебя, разворачивают. То есть первое, что мне в голову пришло, то есть там нужны реакции. Я просто развернулся, одного ударил, второе, что он отскочил, начал со мной лезть в драку. Я ударил его по ноге, попал по лицу и быстро убежал оттуда. У тебя растяжка хорошая, я так понял. Если ты ударил по ноге, попал по лицу. Он по колену, он согнулся. Я ударил по лицу рукой и убежал. Просто там непонятно. Их может быть там 10 человек сейчас выйдут. И все с ножами. Это самозащита. А какой в Москве сейчас самый опасный район? Гальянов. Я просто объясню ситуацию. Я приехал в Гальянов на 5 минут. Я приехал забрать друга и уехать. На меня так, до меня докопались. Просто 5 минут. Мы ко мне подошли, сказали, э, не русский, ну только более грубо. И типа, что тут встал, типа, иди подметай. Я такой, хорошо. То есть, подошел мой друг, и мы просто спокойно сели в машину и уехали. То есть, там, вот там жесть. Вот там реально жесть. Там можно реально идти вечером, даже в 9 часов. И там тебя могут просто подойти, там сзади тебя шлепнуть разочек, и ты все. Ну, видишь, мы сняли в центре первый выпуск. Второй, получается, мы сняли внизу. А гальянов уже у нас наверху. А третий ты снимешь гальянов. Я возьму с собой. Так, бери, снова с ведущих, как карта ляжет. Там нельзя приходить какой-то, знаете, по дорогой одежде. Просто выглядеть более-менее стильно, потому что там докапывается просто до того, как ты ходишь. Вот у меня друга побили просто, он шел. Не знаю, у него с походкой какая-то, типа, он так вальяжно ходит. Он просто шел вальяжно, он говорит, что, петух, иди сюда. И все, его просто побить. Он, типа, в больницу пошел с травмой черепа и со сломанной рукой. Уже не так вальяжно. Да, он уже не так вальяжно ходил. Просто он рассказывает, говорит, меня вырубили, я просто открываю глаза от того, что мне чувак на ноги прыгает. Ой, на руке. Просто так вот у него прыгает на руке там пацан какой-то. Ну, последнее. Ты жалеешь о том, что... Да, очень сильно. Большая, знаешь, такая психологическая ноша, потому что до сих пор вспоминаю, что видел сложно. То есть после этого люди меняются настолько, что они уже перестают быть теми, какими они должны были быть, какими их растили. Я вообще был для моей мамы, я до нее был примерный мальчик. Я хорошо учился в школе, даже я учился в школе. У меня были хорошие оценки. Она ничего не знала и до сих пор не знает об этом. И никто из моих родственников об этом не знает, потому что я там как бы нигде не всплывал, да, и никому об этом не рассказывал. Мама думала просто, что я занимаюсь там каким-то бизнесом или еще с чем-то, потому что в тот момент это было нормально. Я там ей говорил то, что мы вот, у меня там пацан знакомый, мы там открыли там магазин, вот и работаем весь день. Дома я был хороший мальчик, который не матерился, не ругался, цитировал Достоевского и так далее. Ну вот такая вот ситуация, друзья. Очень на самом деле я рад, что мы встретили с которым удалось поговорить и как раз таки подсветить всю историю, в принципе ту причину, из-за чего мы изначально там выбрали именно Бирюлева для съемок. Вообще, конечно, у нас программа выглядит как хорошо спродюсированные какие-то выпуски. Мы всегда встречаем совершенно случайно таких интересных людей. Видимо, на каждом шагу есть какие-то великие истории у каждого человека. Сейчас уже, конечно, не те времена, которые были в 90-х и в 2000-х, но вот на примере нашего сегодняшнего собеседника, на примере ***, мы видим, что все еще не всегда и не везде безопасно. Поэтому будьте осторожны. Лучше не гуляйте по вечерам там, где лучше этого не делать. Так, у них еще две карточки красненькие, не забываем? Убираем синего игрока. Команда соперника проходит полный круг по периметру поля, гусиным шагом, после чего мастерата продолжается. Давайте, ребята, быстрее, быстрее. Не, я уже точно нет. На данный момент синие с мячом, и какой подкаст. Эй, здесь пол был. Ну, правда, пол был, честно. Был ли пол? Алло, да, мам. Я комментирую матч. Мам, бля, в какой-то веке занимаюсь тем, что мне не нравится. Попрошу заметить, что синих 8 человек. Поэтому, когда они забьют, одного берем. На еще карточку. Команда соперников, то есть ваша. Три минуты бегает с утянутой рукой, изображая Суперменов. Три замеченных нарушения этого правила, пенальти. Еще три, еще пенальти. Рука вперед, поехали! Вперед, ребята! Пенальти! Пенальти! Не думай о футболе! Думай точно в руке! Пенальти откуда гнем? С точки! Вратарь сейчас с рукой должен быть? Вратарь с рукой, вы знаете? Я линию смотрю! Где вы, посягни? Не то таро, что мы ожидали. Исэйс! Было одно! Идет одно! Удар! Удар и гол! Было, было, было! Снимайся! На, убей их, Темочка! Удар и... Стиль хула! Размах на рубль, удар на копейку. Что за удар отвратный мы наблюдали. И он все равно запихнул его, гадает. Давай, пальцы собрать 4-3, нормально! Одного игрока уберите, пожалуйста! А уже гол был? Еще и мой. А кто забил? Не, играй футбол! Ой, вон, вон! Ставая футбол, очередь! Адон Карпов, номер 96. И Вица Олич, чужой. Чужой 13. У него много имен. Минута! Иии, ой, вот это плоткат! Давай, давай, давай! Иии, почему-то... Иии, тот сюда, не зря. Деклассировать он приехал. Детей, что самое удивительное. Иии, просто стулья. Финайльные игры! Так, ребят, серии пенальти! Команда в голубом, весь второй тайм, из-за того, что проигрывала, играла в плюс одного игрока. Я, к сожалению, этого не заметил. Я этого не заметил. И поэтому серию пенальти начинаем в пользу 1-0, в пользу оранжевых. Смотри, как он в шоке. Добро пожаловать в Бирюлеву, брат! Это твоя команда такое сделала. Ты так сделала. Нет, это не моя команда. Отсюда я ходил. Подержи мой фраг. И удар в молоко. Это исходить. Удар и гол. Засадил. Засадил, не вопрос. Удар и гол. Плохой разбег удар. Коленку удар и фетер. Переходи. Разбегается и фананка. Для чего это было? Спасибо вам, парни. Это было очень круто. Синие. Давайте похлопаем синеньким. Так, во-первых, всем спасибо большое, кто потратил время на нас. Надеюсь, вам все очень понравилось. Нам было очень приятно с вами поиграть в футбик. Спасибо вам большое. Сейчас из команды победителя Федя назовет людей, которых он хочет наградить от программы «Как карта ляжет». Но я отдельно не могу не выделить нашего судью. Мне пройти? Как тебя зовут? Я Ян зовут. Я? Спасибо большое, Ян. Я лично от себя выделяю 5000 рублей. Ты можешь выбрать любой подарок, который... Ты точно делал... Я правильно понимаю, что вот это пошла оплата игры? Это точно договорный матч. Я хочу тебя наградить. А можешь тебя позвать, когда числятся в один ролик? Как карту ляжет, ты драться. Удай без разницы, где вы будете рядом. А ты в Москве живу? Я в Москве живу. Я могу вообще в любой день, в любое время. Все, договорились. Гуляй, как. Скоро позову. У меня сегодня досталась какая-то невероятная команда. Просто я сходил с ума, когда смотрел на то, как красные играли в футбол. Наверное, для начала... Ярик, ты стоишь одним из лучших игроков этого матча. Прости, пожалуйста, что волновался к Кириллу, но... Азим, ты где? Это человек, который меня вытащил. Ты очень круто играл. Ты попал в команду сам и вытащил у него, да? Пара человек, которые сделали сегодняшнюю игру, это Кирилл и Денис. Вы тоже лучшие, выходите. Было очень сложно. Хотелось как-то правильно, ну, действительно, отметить лучших. И, ну, у нас есть определенные бюджеты на призы. Парни, мне кажется, будет честно, если вам на двоих достается... Пятерик. И вам на двоих достается Пятерик. Еще, подождите, еще... Тишина, тишина. Лично от себя я обещаю каждому ребенку оплату обучения в лучших вузах страны. Майкл Скотт пришел. В целом, никто особо вообще не впечатлился. Да, да. Типа, нафига. Кирюха, ты что хочешь? Ты что? Ты что вообще такое? Ну, я хочу. Welcome, color и подписи. Аплодисменты. Ну, у меня у брата через два дня день рождения человек сам выберет, что себе захочет и купит. Окей, принимается редкий случай, но тут случай, когда можем дать бабло. Я выбрал по наму Джордан. И Ярик. Я выбрал футболку Де Йонга, башню, короче. Слушай, подожди. Наша команда была тоже хороша. У меня есть свой бюджет. Ух ты, что начинается? Из нашей команды я выделил бы нашу защитничку Ару, да. Хорош. И вот лично от меня будет пятерик в центре финанса, хорошо? У нас сегодня просто супер какой-то щедрый выпуск из твоего кармана. Иначе мы не остановимся. Восточное Бирюлево, спасибо вам, пока-пока! Парни, большое вам спасибо. Потратили почти целый день. В Восточном Бирюлево. Да, в Восточном Бирюлево. Мне кажется, я никогда не был в Восточном Бирюлево. А вроде вот я спрашивал, но пацаны тоже никогда не были. И я не был, да. Не, ну вообще клево, очень понравилось. Жалко, что вы один раз к себе в передачу зовете, а не два. Все, покрасательно где-то мы пересечивались. Спасибо вам большое. Очень приятно было. Спасибо большое. Благодаря вам Восточное Бирюлево стало еще красивее. Ребята, еще раз, ссылки на парней, на ваш инстаграм мы оставим внизу в описании к видосу. У Идрака концерты совсем скоро. Новый сезон мне смешно. Вот здесь вот, вот здесь вот сейчас появились плашечки. Владикавказ. Ну что, друзья, конец этого выпуска мы приехали записать в Западное Бирюлево. Это соседний район. И приехали записать его в очень важное для российского кинематографа место. Да, мы сейчас находимся около подъезда. Первый подъезд в Остряковской улице, 15, корпус 1. Вот это тот самый подъезд, в котором жил главный герой сериала «Бригада» Саша Белый. Именно сюда он вернулся после армии, по-моему, еще в первой серии сериала. И именно здесь, вот в этих местах, где-то было на него совершено покушение уже во второй части сериала. Как мне показалось, у нас сегодня был максимально контрастный выпуск. Ну, во-первых, мне было очень уютно в Бирюлево. Во-вторых, у нас были самые миролюбивые гости в мире, мне кажется. Да. Самые добрые и вообще самые теплые ребята. И еще у нас были и Драк, и Фил. Но при этом на нас кинули яйцо, мы встретили бывшего участника ОПГ. И то есть мы прям как-то реально попали в район, который вроде бы назвали опасным, и реально наткнулись на опасность. Но и при этом мне очень понравилось, было очень уютно и хорошо. Красивый, классный район, хорошие ребята, хорошее поле. Поле отличное, да. Поэтому футбол есть везде, и хорошие люди есть везде. Ну и плохих тоже хватает. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки под этим выпуском. Спасибо, что посмотрели. Артем Нечаев. Федя Маслов. Спорс.ру. Благодаря этим ребятам мы продолжаем путешествовать сейчас пока по Москве. Но еще побываем где-нибудь в России. Это было «Как карта ляжет». А как ляжешь ты сегодня, малышка.